Всем привет! Сегодня у нас помывка крыс. И как вы можете видеть, у меня тут уже не один, а целых два крысенка. Один полностью взрослый, который у меня живет уже более трех месяцев. И один совсем недавний, который живет у меня уже около трех недель. Вот этот маленький достиг размеров вот этого такого взрослого, почти что взрослого крыса за относительно небольшой промежуток времени. Буквально за... Опа! Вот у нас крыс скачал. Нет, мы не разрешали тебе запрыгивать. А этот у нас боится. Их уже окатило водой немного. Они поиспражнялись, понюхали друг друга, понервничали. И сейчас их ждет очередное испытание. А именно мытье. Включаем теплую воду. Не сильно горячую. А, этот уже прыгает. Ему уже надоело здесь находиться. Но пока что не удается. Ну, конечно, маленький не понимает и хочет так же опеки большого. Собственно, растут крысы очень быстро. Когда приехал ко мне этот мышонок, точнее крысенок, чуть менее трех недель назад, он был вдвое меньше, чем сейчас. Но на нормальной крысиной еде он неплохо вырос. Опять-таки запрыгнул. Ух, ух, не дам, не дам. Нужно купаться. Купаться им необходимо, напоминаю еще раз. Потому, что в лотке, длительное время нахождения в лотке, отсюда на который не убираю достаточно долго, сказывается на запахе крыс. И им необходим влажа для того, чтобы почиститься. Поилки явно мало, поэтому я их периодически купаю, для того, чтобы они избавились от запаха. И вот сейчас их первое совместное купание. Посмотрим, как они будут себя вести на несколько стрессовой ситуации. А именно, когда будет набираться вода. Что мы сейчас сделаем? Все. Опа. Большой крысенок все пытается выпрыгнуть. Запрыгивает. Но мы ему не дадим. Не дадим отсюда выборца. Он сегодня нервничает. Видимо, его маленький достал. Обычно он куда-то перее относится к воде. А вот маленький очень боится их. Как видно, во всем полагается на старшего. Тем не менее, он не может прыгать вслед за старшим. Вот сейчас наверняка запрыгнет. Ему только дай небольшую возможность. Вот так вот вместе группируется. В конце концов, уже живут бок о бок практически. Правда, в разных лотках. Крупные в большом лотке, а маленькие в лотке поменьше. Ну, так сказать, по долгу службы разные. Как только вода наполнится, я покажу, как с ними можно будет играть. А пока мы можем посмотреть, как они прыгают. И как капли летят прямо в объектив камеры. Что ж мне ее нужно протереть. Продолжаем съемку. Вода прибывает. Крысы группируются друг с другом. Маленький пытается забраться на большого. Потому что ему уже вода сильно подступает. Если бы не в ситуации, я бы полагал, что это любовь. Но, увы. Ситуация. Спасаемся как можем. Аппа. Вряд ли это приятно. И дум, черный крыс со мной согласился. Но, тем не менее, он стойко выдерживает фокусы своего младшего брата. Не давая и себе утонуть, и ему. Тем не менее, молодой крысенок красноглазий уже плавал в ванне. Так что за их способности я абсолютно уверен. Оба не утонут. И будут плавать. Как только вода превысит их возможности. А пока мы видим вот такую вот интересную картину. Даже необычно. И говорится, держи меня, соломинка, держи. И, соответственно, крылья сдержатся, упираясь лапами, как можно выше выгибаясь. Ага. Но рано или поздно случается это. Ага. Теперь им придется плавать. Но, тем не менее, один пытается выжать за счет другого, как мостика. Что у них явно не получится. Такой вот интересный кадр. Очень мило. Очень. Прям хочется попрупнее сделать. Вот эти морзочки. Уникальный кадр купания уже двух крыс подряд. Оба мокрые. Оба не хотят плавать. Поэтому держатся, как только могут. Взаимовыручку и спасение. Старший спасает младшего. Однако они все равно оба умеют плавать. И, судя по всему, это им и придется сделать. Опа. В ближайшее время. Поскольку вода неумолимо пребывает. Все равно не хотят. Все равно. Держи меня. Держи. Я не хочу плавать. Все. Каждый за себя. Все равно крысам свойственно пытаться за что-то ухватиться. И этим я воспользуюсь, показав, как они будут пытаться зацепиться за руку. За более высокий плод. Опа. Они будут плыть к руке. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пытается зацепиться. Опа. Падает, падает. Они будут либо за друг друга цепляться, либо цепляться за руку. Ага. О-о-о. И так с ними можно поиграть. Крысы будут инстинктивно плыть друг на друга, либо тянуться к мостику, за который могут зацепиться. И их можно так вот жестоко, но забавно обламывать. Ну, естественно, мы слишком долго их тиранить не будем. Поэтому они еще поплавают минут пять. И я буду вытирать их насухо. Такое вот крысиное представление. Так что, если вы любите крыс, заводите. Развлечения вам обеспечено. Ладно. Не буду их больше провоцировать. Следующая часть видео будет уже у сухих. И вот и наши крысы в своих лотках. Лоток такой для черного, черноглазого. И лоток повыше, но поуже для красноглазого. И вот они уже начинают друг у друга хозяйничать. Точнее, черный пытается хозяйничать на территории красноглазого. Сам он любознательный и любит вылазить, гулять. А вот красноглазый пока не очень активно пытается вылазить из своего лотка. Впрочем, мы не позволим крысам по кухне шататься. Они сейчас немного нервничают после купания. Но очень скоро они успокоятся. Главное, наконец, загнать его в лоток. Живут они не рядом друг с другом и вовсе не на плите. Я их держу на расстоянии примерно метра-полутора друг от друга. Они могут, думаю, общаться. Но визуальный контакт у них достаточно отдаленный. Со временем и красноглазый вырастет. И надо будет думать, куда же его поместить. Вот черный к себе никак не хочет. Прям никак. Поэтому придется его насильно и сразу закрывать крышкой, чтобы он как дурачок не выбрался. Хотя, может быть, он как раз и хитрый, а вовсе не дурачок. Вот так вот. Пускай кушает. Ночью они будут шуршать, переворачивать все. Ну, а сейчас пускай отдыхают. Вот два таких крысы. Опять же, говорю, что я не собираюсь их разводить. Это временное содержание. Крысенка я выращиваю в качестве жертвы для ящера. Но, не знаю, может быть, он и задержится у меня. Так же, как черный. Черного-то, конечно, никто не хочет, чтобы я скармливал. Поэтому проживет он у меня еще достаточно долго. По крайней мере, пока не начнет хворать. Ну, теперь белый решил податься в гости к черному. Ну-ка посмотрим, что из этого выйдет. Да и ничего особенного. В гости? Да, в гости. А этот не хочет дома сидеть. Но придется. 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 Конечно, вдвоем я их так держать не буду. Сразу отсажу через некоторое время. Поскольку для них лучше, чтобы была значительная территория у каждого. Иначе могут возникнуть конфликты. как на почве еды, воды, так и на почве безопасности личной. Ну, что же, до скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...